На телеканале РБК Омск новости. В студии Дарья Тюменцева. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Очередной прогноз, когда на этот раз планируют открыть долгожданную поликлинику на Левобережье. Ставка на полет. Как Омский завод может спасти федеральный холдинг от банкротства? Финансы поют романсы. Какую тактику финансового поведения выберут Амичи в новом году? Утка-шарпею, товарищ. Как и почему собаки воспитали птицу? Поликлинику на Левобережье сдадут не раньше марта следующего года. Напомню, что сроки сдачи скандального долгостроя переносились уже несколько раз и стоили должности не одному чиновнику. Возведение поликлиники на Левом берегу начали еще при губернаторе Викторе Назарове и планировали открыть к 300-летию Омска. Однако долгожданного открытия не состоялось и 1 ноября 2018-го. Хотя об этом в свое время громко заявил новому губернатору Александру Буркову новый глава Минстроя Антон Заев. После очередного провала, после того, как подрядчик снова сорвал сроки, губернатор Александр Бурков жестко раскритиковал чиновников регионального Минстроя за недосмотр и даже уволил замминистра. Свой пост покинул Сергей Кошелев. Сегодня ход работ на объекте оценила рабочая группа обл. правительства. Были названы новые сроки сдачи поликлиники. На этот раз чиновники явно осторожничали и не торопили события. Вопреки ранее сделанным заявлениям, что новое учреждение здравоохранения города практически готово, согласно новым планам поликлинику сдадут 1 марта 2019 года. После новогодних праздников поликлинику оснастят оборудованием, оно уже закуплено, затем помещение ждет кварцевания. Технический персонал больницы уже готов познакомиться с объектом. Впрочем, в зимние праздники в Амичи без помощи врачей не останутся. График работы медучреждений на время официальных новогодних выходных уже составлен. Скорая помощь, травмпункты и дежурные службы в больницах и поликлиниках будут работать круглосуточно с 30 декабря по 8 января. Если заболят зубы, неотложную помощь окажут с 15.00 до 8 утра в городской клинической стоматологической поликлинике номер 1, а с 9 утра до 3 часов дня пациентов примут в дежурные окружные стоматологические поликлиники. Случатся проблемы с глазами, помощь окажут в клинической офтальмологической больнице имени Выходцева. Травмпункты круглосуточно будут работать в поликлиниках номер 1 и 3, а также БСМП номер 2 и детской больнице номер 3. Тарифы на сотовую связь повысят из-за увеличения НДС о таких изменениях. С января 2019 года российские сотовые операторы уже начали оповещать своих клиентов. По словам экспертов, в последние годы цены на тарифы только снижались, а сотовая связь в России и так одна из самых дешевых в мире. На корректировку цен в новом году повлияет инфляция, валютные колебания, рост налогов. В 2018 году средняя стоимость минимального пакетного тарифа снизилась на 3%, а вот в 2019 увеличение НДС до 20% приведет к повышению стоимости на 1,6%. Однако, по мнению аналитиков, в реальности тарифы должны вырасти на 10-20%, а увеличение НДС лишь предлог. В действительности сотовые операторы таким образом хотят увеличить рентабельность, избегая претензий со стороны Федеральной антимонопольной службы. Вся надежда на Омск предприятие «Полет», которое входит в центр имени Хрунчева, должно спасти федеральный холдинг от банкротства. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» заявил новый замглавы Роскосмоса Максим Овчинников. По словам топ-менеджера, нынешнее состояние космической отрасли близко к критическому, и системе требуется тотальная перестройка. При этом ставку новое руководство Роскосмоса намерено делать на предприятии филиалы, такие как «Омский полет». В планах федерального центра переместить основное производство из столицы в регион и обеспечить выпуск от 5 до 8 ракетных комплексов «Ангара» в год. Серийное производство позволит снизить себестоимость ракеты и обеспечить ее конкурентоспособность. Для центра имени Хрунчева это одно из главных условий, чтобы выйти из предбанкротного пике. Впрочем, антикризисная программа предусматривает не только формирование крупного оборонного заказа, но и сокращение издержек. Сейчас создается правление, которое будет вместе с руководством центра следить за исполнением мероприятий программы. Будем снижать издержки, будет изменена кадровая политика, придется оптимизировать численность сотрудников предприятия. Эти процессы происходят во всей отрасли, они неизбежны. Слухи о возможном сокращении штата на заводе «Полет» появились еще летом уходящего года. Причина массовых увольнений – убытки центра имени Хрунчева, которые за год составили 23 миллиарда рублей. Чтобы сократить расходы, новое руководство планирует продать территорию центра имени Хрунчева в центре Москвы под жилищную застройку, а производство ракет перенести в Омск. По планам, полный цикл производства Ангары должен быть налажен на омском предприятии к 2020 году. Без ажиотажа россияне намерены сэкономить на новогоднем настроении, сообщают социологи. И речь не только об искусственных елках или подарках в стиле хендмейт. Больше 80% опрошенных новогоднюю ночь проведут в четырех стенах дома или у друзей. Устроить выход в свет планирует всего 5% респондентов, и лишь каждый сотый россиянин готов раскошелиться и сделать себе подарок в виде встречи нового года за рубежом. О чем запомнится о мечам, год уходящий, и не придется ли в 2019-м разбивать свинью копилку, выяснял Анатолий Соколенко. Новый год в сознании россиян прочно ассоциируется с новым счастьем. И хотя философы утверждают, что счастье совсем не в деньгах, экономисты уверяют, нынешние праздники принесут коммерсантам меньше радости. Рубль, который в 2018-м лихорадило, скорее всего подложит предпринимателям свинью. Если верить опросам, в канун нового года каждый второй житель России намерен экономить, видимо, руководствуясь принципом «главное внимание». Выделить на покупку подарков всего лишь 5000 рублей. Если три года назад в среднем бюджет на подарки составлял 6550 рублей, то в этом году уже только 5500 рублей. Во-вторых, существенно снизилась доля тех, кто планирует траты свыше 5000 рублей. С 39% в 2015 году до 25% в нынешнем. А вот число тех, кто планирует израсходовать на подарки до 5000 рублей, осталось почти неизменным. 50% в этом году при 47% аналогичных ответов три года назад. Впрочем, такая бережливость россиян вряд ли стала для предпринимателей сюрпризом. В 2018 призывы не раскручивать инфляцию и умерить потребительский аппетит звучали часто. Результат – индекс потребительского доверия почти достиг исторического минимума – всего 67 пунктов. Крупные ритейлеры даже забили тревогу из-за того, что продовольственная инфляция устремилась вверх пугающими темпами. А средний чек покупателя в магазине летом составил чуть меньше 500 рублей. А потом наступил день сурка. В некоторых магазинах чек вырос, а в некоторых упал. Это зависит же не только от общей потребительской ситуации, а и от конкуренции, конкретной локации. Поэтому, ну в среднем по температуре оптимизма мало. То есть этот год, он практически ничем не отличался от прошлого года и от прошлого. Потребитель экономит, в стране кризис и каких-то вот заметных изменений в потребительском поведении мы не замечаем. И хотя потребители от привычки тратятся здесь и сейчас, пока не отказались, идея откладывать часть денег до лучших времен уже витает в воздухе. Как показывают опросы, сильнее всего россияне экономят на развлечениях, одежде и еде. Последний пункт, кстати, идет в ущерб здоровью. После повышения НДС с 18 до 20 процентов экономисты поспешили заверить, что не так страшен черт, как его молюют. Садиться на нездоровую экономическую диету не нужно. В среднем повышение НДС увеличивает расходы каждого россиянина на 360 рублей в месяц. Надо учитывать, что это повышение касается не всех товаров и услуг. Так, ставка НДС на социально значимые товары не изменится и составит 10%. Это мясо, рыба, молоко, макароны, масло, овощи, мука, крупы, сахар и другие продукты. А также детские товары, лекарства, медицинские изделия, книги. Некоторые категории товаров и услуг вообще освобождены от НДС, как это имеет место и сейчас. Казалось бы, все финансовые страхи россиян должны разбиться о железный аргумент, вроде увеличения ВВП и сравнительно низкую, всего 4% инфляцию. Но если с увеличением НДС граждане смирились, то повышение ключевой ставки и падение цены на нефть, сопровождавшееся подражанием бензина, оптимизма не добавили. Сейчас эксперты в качестве самого вероятного называют сценарий, при котором россияне продолжат экономить. Особенно на фоне падения реальных доходов, который продолжается уже 4 года и в общей сложности составило почти 20%. Хоть и положено перед Новым годом верить в лучшее и надеяться на прекрасное будущее, все же стоит понимать, что если экономика в том же темпе продолжит свою работу, то россияне не будут делать крупных покупок в 2019 году. Напротив, они будут откладывать деньги, сбережения для крупных покупок. Ну и вообще уровень покупательской способности россиян снижается не первый год. И вряд ли в 2019 году эту тенденцию удастся прервать. Иными словами, вся надежда на новогоднее чудо. Иначе черный день, на который россияне так старательно откладывают деньги, может наступить уже совсем скоро. И символом 2019 года, грустно шутят экономисты, станет не просто желтая земляная свинья, а разбитая свинья-копилка. Итоги уходящего года подведем с экономистом Натальей Полторадневой. Наталья Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Какое экономическое событие вам запомнилось в уходящем году больше всего? Это может быть повышение ключевой ставки или обвал цен на нефть? Какое? Ну, я думаю, что больше всего россиянам запомнилась шумиха вокруг санкций. Весь год нас постоянно будоражили новости, касающиеся американской стороны, которая разными способами пытается испортить с нами отношения. Это и дело Скрипалей, это и санкции против русского алюминия, которые действительно повлияли на ситуацию на финансовых рынках. Каким образом это повлияло на российскую валюту, в частности? Что касается российской валюты, здесь причины несколько другие, не только санкционные. Здесь следует обратить внимание на следующий момент, что если Россия находится под санкциями, то деньги, которые мы зарабатываем, это единственный ресурс, которым мы располагаем. Значит, эта сумма ограничена. Правильно? Когда у нас происходят какие-то изменения относительно доллара и рубля, значит, соотношение этих компонентов должно, допустим, рубля больше, доллара меньше, и тогда доллар стоит дороже. Это объективно. Но у нас с вами нет внешнего притока денежных средств, нет инвесторов, которые бы хотели вложиться в Россию, тем более, когда мы находимся под санкциями. Следовательно, я хотела бы сделать такой вывод, что деньги, которые появляются на нашем рынке, они появляются не просто так. И я думаю, что тот игрок, который оказывает влияние на соотношение доллара и рубля, очень хорошо известен нашему Центральному банку. Поэтому ситуация, которая происходит, она не просто контролируется Банком России, может быть, где-то даже инициируется. Вот так. А какие еще экономические события все-таки влияли, да, в последнее время на поведение рубля и ожидается ли что-то подобное еще в новом году? Если санкции будут продолжиться, нас пугали вторым пакетом санкций, это будет более серьезный удар, потому что если первые варианты санкций нас не сильно напугали, мы даже вводили ответные, то в этом году, 2018-й уходящий, я считаю, что он как раз показал, что американцы нащупывают наши болевые точки. И именно особенности глобализации говорят о том, что снятие санкций возможно только в том случае, когда это задевает обе страны. Вот компания «Русский алюминий» — это как раз та болевая точка, которая затрагивает как Россию, так и Америку. Поэтому уже принято решение по данной компании, что с нее будут сняты санкции, но компания обязуется выполнить те требования, которые предъявляет американская сторона. Это связано с тем, что данная компания контролирует почти 25% рынка алюминия, и американцы оказались в невыгодном положении, испортив сами себе настроение, наложив против нашей компании санкции. Вместе с «Русским алюминием» пострадал, конечно, Сбербанк, потому что он занимался кредитованием данной компании. И банки с госучастием по-прежнему находятся у нас под санкциями, поэтому, еще раз повторюсь, ожидать внешних каких-то вливаний в нашу экономику нам не приходится. А вот по поводу второго пакета, когда иностранным инвесторам запретят в принципе вкладывать в нашу экономику, ну, прежде всего, это будут, конечно, американские инвесторы, и речь идет о государственных долговых ценных бумагах, и если еще пакет будет касаться конкретных видов акций, то, к сожалению, я думаю, что этот удар будет более сильным. И для нашей страны будет не очень хорошим. А если говорить о населении, вот для людей какие события больше всего повлияли на их жизнь? Ну, с одной стороны, первая половина года характеризовалась очень хорошим, положительным моментом. Я считаю, что то, что у экономики называется кризисом перепроизводства, это в части сельского хозяйства, у нас было произведено значительный объем продукции, в результате цены на продукты питания у нас даже снижались. Но ведь то, что хорошо для населения, не всегда хорошо для производителя, и в результате этого со второй половины 2018 года производители сориентировались и снизили объемы производства, в результате предложение уменьшилось, и цена пошла расти вверх. А если говорить о поведении населения, да, в связи с этим, вот цены вырастут, как вы считаете, как будут вести себя россияне, в том числе и мячи, может быть, да, будут они экономить больше, или все-таки начнут активные траты, чтобы не дожидаться еще большего роста цен? Что касается потребительского спроса, как в России, так и у нас в городе, следует говорить о наших возможностях покупки. Это прежде всего ресурсы, которыми мы располагаем. Здесь нужно затронуть момент, связанный с кредитными вопросами, и в результате население и так уже загружено кредитами, и покупательная способность характеризуется, это зарплата, минус выплаты по кредитам, минус коммунальные расходы, которые у нас тоже вырастут в следующем году. Поэтому свободных денежных средств у нас остается все меньше и меньше. Говорить о том, что мы будем в целом прямо экономить, я думаю, что у нас немножко изменится потребительская корзина, придется более сдержанные, может быть, продукты выбирать и ограничить себя в каких-то, допустим, в развлекательных мероприятиях меньше посещать. Но в целом поведение будет стандартное у нас. Цены вырастут, мы к этому привыкли, потреблять сможем поменьше. Большое спасибо за интервью. А я напомню, мы беседовали с экономистом Натальей Полторадневой. Продолжаем выпуск. Нарушения нашли, но не те, которые послужили причиной конфликта. Департамент образования закончил проверку скандальной гимназии номер 62, однако споры не утихают, а проблемы растут, как снежный ком. Напомню, что конфликт между педагогом и учеником, который отказался убирать снег вместо урока технологии, вышел на страницы соцсетей, после чего нарушением школьной дисциплины заинтересовалась прокуратура. Итог проверки – снег на уроках школьники действительно очистить не должны. Мама пострадавшего ребенка, журналистка Наталья Граф, результатами недовольна. Главная проблема – отравляя ее сына педагогами, так и осталась вне зоны внимания чиновников и правоохранительных органов. По словам родительницы, классный руководитель, по сути, довела ее ребенка до больничной койки, однако призывать к ответу руководство школы, похоже, никто не намерен. В своем мнении о конфликте выразил Владимир Компанейщиков, находящийся на тот момент на посту вице-губернатора. Он предложил руководству школы уволиться, однако теперь сам находится в отставке. Напомним, инцидент произошел 20 ноября во время уборки снега. В школьном дворе сын журналистки Наталья Граф почувствовал себя плохо и, не отпрашиваясь, ушел домой. После, придя в школу, ребенок подвергся травле со стороны своей классной руководительницы, так утверждает мать ребенка, однако сам педагог и руководство школы все отрицают. Омск с официальным визитом раньше намеченного срока посетил Дед Мороз. Его приход зафиксировали датчики метеорологов. В понедельник, 24 декабря, в Омске похолодало до минус 35 градусов. Местами в области ночью зафиксированы и 40-градусные морозы. Это первое столь сильное похолодание нынешней зимой. Синоптики утверждают, что ясная морозная погода продолжится в Омске до 28 декабря. Температура воздуха днем не будет подниматься выше минус 30 градусов. МЧС рекомендует максимально сократить пребывание на открытом воздухе. По возможности чаще заходить в магазины, павильоны и кафе. Одежда должна быть легкой, многослойной и обязательно из натуральных тканей. В морозы спасатели советуют выбирать варежки, а не перчатки. А вот новогодняя ночь, а мечей порадует. Ожидается всего минус 9 градусов. Культуру не разглядели. В обществе охраны памятников бьют тревогу. Два дома, которые могли бы стать памятниками деревянного зодчества, исключили из списка вновь выявленных объектов культурного наследия. В региональном Минкульте строения не сочли уникальными. И это возмутило общественников. По их мнению, расселенные деревянные дома с редчайшим декором теперь под угрозой сноса или разграбления. Ранее жилые дома Большакова и Арефьева были под защитой. Впрочем, их лишили охранного статуса после проведенной государственной историко-архитектурной экспертизы 6 ноября текущего года. Активисты общества охраны памятников высказывают предложение, что лишение домов статуса выявленного объекта культурного наследия может быть в чьих-то коммерческих интересах. Дом на улице Гусарова, 47, очень интересовал Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры из-за своей выдающейся стилистики. Мы рассматривали его как один из вариантов для проведения том-сойер-феста. Но пока активисты и волонтеры своими силами предпринимают все возможное для сохранения исторической городской среды, административный ресурс делает очередной шаг к тому, что Омск рискует потерять два прекрасных объекта деревянного зодчества. Вышли за рамки омскую культуру, оцифрует омская арт-резиденция, так и не получив от чиновников реальную прописку в пределах городской черты, вышла на просторы всемирной сети. О том, как креативный кластер будет нести культуру в массы, в нашем сюжете. Креатив, коммуникация и компетенция. Три кита, на которых держится омская арт-резиденция. Участники стратегического проекта, созданного в 2017 году, стали ждать, когда им предоставят реальное помещение, и увели свой креативный кластер в виртуальный мир. Их матрица схожа с известным изречением «Не пытайтесь покинуть Омск». Мы — новое поколение, которое не хочет бежать из города. Мы гордимся своим прошлым, но хотим ценить настоящее и строить будущее. Мы — арт-резиденция. Концентрация воли, таланта и интеллекта. Каждый из нас состоит уникальные омские продукты. Настоящие и будущие креативные бренды города. Таким новым брендом стал проект «Блог 55365», открывший новую страницу в истории арт-резиденции. По задумке, весь потенциал творческих людей города, говорящих на языке искусства, должен выйти на новый уровень. Проекты резиденции пройдут цифровизацию, чтобы быть представленными на онлайн-платформе для дискуссии и общения. Их разделили по направлениям мода, графика, искусства, фото, медиа, кулинария, ремесло и интерьер. Я не знаю, где еще есть такой цифровой кластер креативных индустрий. Мы два года искали реальный дом, реально хотели заселиться где-то в Омске своими креативными историями и теми креативными в самом деле продуктами, которые мы здесь делаем. Пока не нашли. И поэтому решили, что, наверное, лучший вариант это будет, конечно же, именно цифра. Цифра, а точнее число успешных проектов Омской арт-резиденции и правда впечатляет. В основном это направление моды, отбор стартапов сделан, всероссийский конкурс «Сибирская этника», профи-показы и выставка «Образы покрова», резиденция омских художников, пленэр и перформансы от молодежного театра «Мод-образ». Однако не только модой дышит Омская арт-резиденция. На онлайн-площадке запустят Народный университет, смесь традиционных и новых методик преподавания. Там будут работать местные приглашенные эксперты. Кстати, айдентику резиденции разрабатывали именитые москвичи, отметившие важность омского начинания. Я хочу сказать большое спасибо всем вам, что вы делаете очень благородное дело здесь, в Омске. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество, потому что нам не все равно. И таких неравнодушных набралось 25 резидентов. В Народном университете 35 преподавателей. Кстати, в числе наставников Омской арт-резиденции бывший зампред регионального правительства Владимир Компанейщиков. Сайт пока работает в тестовом режиме. Сама же арт-резиденция и стратегического проекта одного вуза выросла до мероприятия городского масштаба. В перспективе ожидается появление креативной точки роста экономики, который по силам будет перезагрузить весь Омск. Быть собакой нелегко, особенно если ты утка. Дикий утенок свалил самички прямо под колеса автомобиля. Впрочем, питомец очень быстро вписался в новую семью. У спасительницы Пернатого дома уже жили два шарпея. Когда третий не лишний об удивительной дружбе птицы и собак, смотрите в нашем сюжете. История их встречи похожа на сказку со счастливым концом. Утенок по имени Гав свалился Анастасии прямо под колеса автомобиля из мимо проезжающего грузовика. Нераздумывая, девушка подняла малыша с дороги и забрала себе. Тенец оказался полностью здоров. Дома воспитанием Пернатого занялись сын Настя и два шарпея – Сэнди и Фест. Собака Сэнди, старшая девочка, когда она увидела, что она плачет, что она очень маленькая, она ее восприняла как своего ребенка. Она прямо к ней отнеслась как к маленькой девочке. А вторая собака Фест, он хотел ее, конечно же, съесть. У него прямо были все повадки, потому что он был готов ее прямо сейчас поймать и скушать. Впрочем, гастрономический интерес собаки к новому постояльцу квартиры прошел достаточно быстро. Уже на третий день Анастасия поняла – собака друг не только человеку, но и утке. За полгода, что уточка живет у амички в квартире, она успела крепко подружиться с собаками. Спят и едят животные вместе. Вместе они даже гуляют. У собак и птицы полная идиллия, и нежные чувства окрепнут с каждым днем. Хозяйка говорит, Гав даже начала ревновать Феста. Она его к себе выбрала, наверное, в ухажеры, в селезни, потому что проявляет полностью к нему чувство как девочка. И даже у нас был такой момент, когда она была рядом с Фестом, к нам подошла Сэнди, и она начала ее кусать и отталкивать, чтобы она не подходила, что это ее парень, ее мальчик, и она ее отгоняла. Прохожие нередко удивляются необычной банде на улицах города. Спрашивают, неужели утка цирковая? Просят сфотографироваться. А вот соседи уже хорошо знают Гавушку. Так ласково именуют утенка. Когда на улице тепло, хозяйка берет на прогулку всех троих питомцев. Да, молодец. Да, конечно, Сэндичка. Кажется, что утка уже и сама не считает себя птицей. Кушать она любит только собачий корм. От птичьего комбикорма Гав напрочь отказалась. А вот приучить кладку утенка так и не удалось. Так что по дому Гавушка ходит в подгузниках. Купаться в открытом водоеме утка тоже не любит. В воде Гав предпочитает пробежаться вместе с собаками по лесу. Благодарны за спасение почти каждый день утка дарит семье щедрые подарки. Несет яйца. На удивление крупные, рассказывает Анастасия. Вот такие у нас яйца. Вот один раз, первая была самая маленькая, как я рассказывала. Нельзя гавкать. Чуть больше перепелиного было. Сейчас дам, подожди, сейчас дам понюхать. А вот на третий день она прям принесла очень большое. Но сейчас они все стандартного примерно размера. А давать утку Амичка не планирует, говорит. Гав настолько привязал их с собаком, что расставание может не пережить. У омской утки уже появилась своя страничка в Инстаграме. На фотографиях вся жизнь необычной омской банды. Двух собак и совсем негадкого утенка. Поклонников этой истории немало, почти тысяча подписчиков. Недавно к необычному домашнему питомцу пришла и всероссийская слава. Анастасию ее любимцев пригласили в одну из программ на федеральном канале. Это главные новости на сегодня. В студии была Дарья Тюменцева. До встречи.